Всем привет, народ! Это 26 выпуск Хукатайм, с вами опять я, Айк. И сегодня мы будем обозревать шланги. Шланги, мучтуки всей разновидности. И посоветуем, что нравится нам, на чем курим мы. Для новичков будет полезно, я думаю. Да и может кто-то из не новичков для себя что-то новое найдет. В общем, погнали! Итак, начнем, наверное, с плохого, что мы не советуем, что нам не нравится. Ну, в принципе, начнем с агеров, плетеных агеров. Очень многие на них курят, очень многим они нравятся, но я приверженец силиконовых шлангов. Объясню почему. Вот в этой оплетке внутри находится металлическая такая пружина, большая, длинная. И вся проблема в том, что этот кальян, ну, как бы моют. Я вообще не понимаю понятия не моющийся шланг. Его можно мыть, можно, знаете, помыть. Дело не в этом. Дело в том, что что с ним потом будет. Если его мыть много, часто и часто использовать, то он со временем окисляться начинает. И отдает таким привкусом ржавчины. Ну, сами понимаете, все, в принципе. Да и он неудобный, он из ткани. И когда его помоешь, он весь такой влажный. И жди давай, пока он засохнет, отсохнет. Да и видите, что с ним происходит. Он просто весь разваливается, начинает со временем. Поэтому, ну, даже видно, насколько он дешевый. На скотч замотан какая-то бумага. Непонятно вообще. Изолента, бумага, скотч. Ну, вот так вот делается агер. Короче сказать, это минус. Мне он не нравится. Так что, кинем туда. Дальше. Дальше приедем из Турции. Это турецкий маркуч. Он сделан по такому же принципу. Внутри все примерно то же самое, что и у агера. И меня смущает этот штук. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Все те же минусы, что и у агера. Ну, и форма такая странная, длинная. Но некоторые любят очень сильно турецкие кальяны. Очень сильно любят маркуч. Наверное, я не буду с ними спорить. Что ж, погнали дальше. Есть у агера и другие варианты. Вот такие вот. Вот такие вот силиконовые варианты с стеклянным штуком. Ну, да, это получше. Это я на этом курил. И курится более-менее хорошо. Но стоит отметить то, что белые шланги со временем желтеют. И тускнеют, и теряют свою форму, ну, не форму, а цвет. В принципе, этот мундштук неплох. Для начинающих он не очень дорогой. Доступный. И, в принципе, сойдет. Да, ну, и понятное дело, стекло, оно бьется легко. Как бы, о чем тут говорить. Запах, запах. Как вот спрашивает у меня мой оператор, въедается ли запах. Я скажу так. В любой шланг абсолютно въедается запах. Абсолютно в любой. Даже в силиконовый. Поэтому не стоит бояться и что-то... Ах, как вывести этот чертов запах отсюда. Легкий запах, он не играет такой большой роли. И его привкуса вы не будете чувствовать при курении. Поэтому это не такая большая проблема. Я думаю, все равно, как бы ты ни мыл, легкий привкус останется. Ну, если ты покурил там по анрас, по масалу, это все. Привкус будет точно свежоком отдавать. Так, это стекло, нужно с ним поаккуратнее. Оп. Черт возьми. Что ж, погнали дальше. Дальше у нас... Вот такой пластиковый вундштук. Вот это сама практичность. И, кстати, говоря о шлангах. Есть кайские шланги, есть там шланги агерские, есть аминские шланги. Они все примерно одинаковые по качеству, зависит от толщины. Ну, лишь бы не перегибался, а курица, они одинаковые. По качеству все, весь силикон примерно на одном уровне. Я различий не замечаю, поэтому не знаю. Вот пример практичности. Пластиковый вундштук. Не бьется, не ромается, курица отлично. Ну, если вы... А вот это может сломаться. Но если вы курите дома, и вы неаккуратные, у вас руки не с плеч растут, то вот этот вариант для вас. Так, дальше. Возьмем. Твою мать, все падает. Есть еще вот такие шланги. Металлический шланг, севасовский. Вот это мне нравится. Он на таком толстом силиконе, прям такой прочный, непробиваемый. Вот такие вещи я люблю. Металл, более-менее все практично, все красиво, сдержанно, минималистично. И курица отлично, это самое главное. Поэтому севасовский, такие шланги мне тоже очень сильно нравятся. Так, погнали дальше. Относительный плюс, скажем так, к этому штуку. Дальше одна из моих самых любимых моделей, это Кая Барракуда. Мне просто очень нравится этот муштук. Потому что он клевый, тяжелый, крутой, мужской. Очень многие жалуются, что он реально тяжелый, с ним неудобно курить. Я не знаю, насколько нужно быть слабым, чтобы сказать, что это тяжелый муштук, и мне сложно на нем курить. Ну, он удобный, зато он прикольный, если он упадет, он скорее сломается толчим, сам сломается. Ну, правда, здесь немного отходит хром и краска, но ничего страшного, это свойственно. Все вещи портятся. Но этот муштук мне симпатизирует очень даже сильно. Что? Ну, да, пружинка, ну что тут сказать, мы уже о пружинках сколько раз говорили. Она здесь нужна, чтобы шланг не перегибался. Да и мне кажется, он бы и не перегнулся, если я возьму вот отсюда, он все равно не перегибается. Так что я не знаю, зачем здесь эта пружинка. Видимо, нужна. Парни решили поставить, ну и красавчик. С вами Deluxe. Вот это вопрос цены и качества. Доступно, круто, курица отлично, красиво, разные расцветки у них есть. Раскручивается, мне кажется, при желании можно сюда что-то пихнуть. Ну, конечно, мне кажется, камерку-то сюда в морозильную, там, прохладительную не сунешь, но сюда можно сунуть какой-нибудь лимончик. Сжать его и сунуть, и будет отдавать тоже прикольным вкусом. Ну и, в принципе, вот этот мундштук, мне кажется, самое то для дома, да и для заведений. Я бы не порекомендовал для заведений стеклянные мундштуки. Ну, сами понимаете, гости разные бывают. Поэтому вот Deluxe, то, что нужно, по-моему. Ну, и я скажу о своих самых любимых мундштуках, которые лично у меня, лично мои, это кайфские мундштуки. Пускай они стеклянные, пускай они хрупкие, но мне просто они нравятся. По-моему, они крутые, и я курю на них. Кто бы что ни говорил, это круть. Да. Я не помню моделей, если честно, всех, так что я лучше подсмотрю. Bamboo. Вот эта модель называется Bamboo. Практично удобно, очень-очень клево лежит в руке, прям, не знаю, молодцы, постарались. Германия, турецкая Германия, скажем так, делают турки Германии, но по сравнению с Марпучем, конечно, это высший класс, высший уровень. Это просто кайф, по-моему. Есть такие узенькие у них мундштуки, я уже не буду смотреть, как это называется, в общем, тоже очень удобный. Но проблема в том, что он очень хрупкий, просто хрупкий. Мы здесь играли в этот, как он называется, джангл, да, и представляете, на него просто упала эта палка от джангла, и он треснул вот здесь, раскололся, и мне пришлось болгаркой допилить, выровнять, чтобы шланг не рвался, когда я курю на этом мундштуке. В общем, в целом, мундштука достойная, прикольная, и надпись здесь такая прикольная, какая шиша, не знаю, вы видите или нет, но, в общем, сделана качественно, и радует глаз. А, кстати, точно-точно, где он, где он, где он, где он? Вот он лежит. Смотрите, оператор правильно подмечает, что Севастовский, вот этот темненький шланг, это просто чистая копия по форме этого мундштука, просто по всем параметрам. А, здорово, Джан! Какой смешной изъят, здорово, бро! Как дела? Отлично. По форме все то же самое, абсолютно, от начала до конца, просто он покороче. Мне кажется, они и слезали, в принципе, эту форму у Каи, но ничего страшного, тоже хороший мундштук, все отлично. И моя самая любимая модель, Interlude S Edition, как это называется, красно-синий. В чем кайф, то, что в него можно пихнуть все, что угодно, от фруктов до льда, потому что он вот так вот открывается, и... Просто это круто, это качественно, это продуктивно, это красиво. Продукт действительно качественный, я очень люблю Каю, потому что такие шланги у них прямо на уровне, всегда то, что надо. Ребята стараются и делают качественный, крутой продукт. Все очень круто выверено, все надписи, все очень качественно, все очень офигенно, и поэтому... Мое предпочтение, лично мое предпочтение, я пытаюсь быть аккуратным, более-менее, я курю на Каях. Но если вы неаккуратный, курите на Делюксах, курите на Севастовских, там, металлических, на Барракуду, возьмите Барракуду, тоже крутой шланг. В общем, и целом на этом все. Но больше нечего рассказывать, это круто, вон то, что лежит там, это не круто. Вам спасибо всем за внимание, это был Хукатайм, с вами был опять я, Айк. Обозрели мудштуки, что мы думаем о моделях, которые у нас есть, и на чем курим мы. Делайте из этого видео свои выводы и выбирайте, что более подходит для вас, для ваших покуров. Вам всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, репостите, за это получаем респекты. Всем удачи!